Очередь команды «Сил света» запрещать героя. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Дополнительное время. Да чёрт. Очередь «Тим Ликвид» выбирать героя. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Дополнительное время. 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 Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Это нави против эмпайр и если вы не смотрели эту игру, очень советуем ее пересмотреть и первую, вторую карту там есть на что поглазеть. Ну и сейчас Элемент против Ликвид. У нас вторая группа доигрывает. Первый уже исход целиком полностью понятен. Вторая группа, погнали, поглядим. Команда Ликвид. Майн Контрол будет катать на Earthshaker. Фата, Outworld Devourer, Куро, Чен, Джеракс на Тусике и Матумба Мэн, Queen of Pain. Ну и команда Элемент с Элидан. Ярость в буре будет играть на Герокоптере. Кинг Эр, Оракл Скрин, Баунти Хантер, Генерал на Азирсея, Меланхоле на Бэтрайпере. Напоминаем, что на пике. Как находится Элидан, давай, осел, беги, беги, у тебя за спиной Баунти Хантер, ты об этом не знаешь. Но он не сразу понял, что там Баунти Хантера есть осел рядом, вернее. Баунти Хантер не понял, что у него есть осел. Осел быстро понял? Осел быстро очень понял, что рядом есть Баунти Хантер. Он, я подозреваю, подозревал. Баунти Хантер подозревает, что здесь где-то должен быть курьер. Ладно, мы свои подозрения оставим на потом. У нас начинается первая карта и фата на Outworld в Бауэрере. Вот, причем смотри какой билд. Квак, там типа поменяли скиллы. 75 дамейджа. 75 дамейджа, отстань. Смотри, скрина. Смотри, смотри. В Астрал. Пишел вон. Нет? Да нет, пока еще не пришел. Да, просто КД небольшой, такой 22 секунды всего. Всего лишь 23 секунды. Моли, бах. Ну, вот, может он реально еще не играл на Outworld в Бауэрере? Он не играл, он сейчас будет в шоке, и сейчас он кинет вас травм. Нет, может он что-то знает просто. Да, знает, скорее всего. Что, что? Что-то знает он наверняка. Что-то знает он наверняка. Что-то знает он наверняка что-то знает. Надо читать чинжлоки перед тем, как брать героев. Нет, ну ладно, шутки шутками. Вообще, может быть, просто прокачал, чтобы было. На всякий пожарный, мало ли, где-то на подсейф, или наоборот. Пятал, такой смотри. Ха-ха, интеллект! Где он? Где же мой интеллект? В чем дело? Что происходит? Кура, ты это видел? Я загибал в астрал. Подтверди, где мой интеллект. Пауз, плиз. А из фрог? Что за баги? Интеллект не дается. Да, ну ладно. У нас на топе тем временем. Попытка загнать немножко Бэтрайдера. Кстати, она может очень-очень хорошо закончиться. Бэтрайдер серьезно просел. Ну, он, конечно, с тапком, его тяжело догонять. Но, прохарасили классно. Разумеет. Он все скиллы вкачал. Он говорит, какой-то точно интеллект ворует. Я видел, что какой-то ворует интеллект. Я видел, что сегодня пацаны катали, и там... Точно по три интеллекта добавлялось на первом. Да, 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 так и было. Не, ну на самом деле, 2, 3, 4, 5 это достаточно жестко. По воросту интеллекта. Более бедный Зевс. На топе минус Бэтрайдер. При нем все-таки забрались. Да, все-таки его убили. Причем еще и Джеракс выжил. Что немаловажно. Шейкера пытаются в ответку забрать. Но это не так работает, пацаны. Надо подпустить сначала Шейкера поближе, а потом пойти, ну, его убивать. Ну, либо вообще не подпускать. Ну, кстати, не подпускать тоже вариант не подпускать. Вот, вот второй вариант, походу, они используют, потому что Кингер вообще не хочет давать Шейкеру ни капельки экспириенсов. А Элидан, в свою очередь, динает крипов очень активно. У него 8 динаев при 9 добитых вражеских крипах. Это очень высокий показатель. Ну, ТС, снова спрятал. Да че же, ну, не воруется-то! Ну что, не уной? А у этих пацанов не отнимается интеллект. Он их просто добивает. Это у вас хит гарантированный. Минус Шейкер. О, месть. Плейнер, зонплейнер, глаз за глаз, брат за брата. Да успокойся ты! Со своими братьями? За братьев. Так и вышло. Вот смотри, Бэтрайдер интересный отводик сделал. Повел кобальдов, еще один спаун в итоге крипов появился. Все горят, Трайдер получает очень много опыта, денег, ну и плюс с вражеским суппортом немножко мешает. А у него сейчас еще транквилы появились. Оп, со скрина нашли. Это всех находит везде? Не, ну тут просто обычный вард стоит, центряк посреди двух паунтов, и паунтихантера немножко забрел. Ну вот смотри, что отличает этого чена от предыдущего? Потому что предыдущий чен на четвертой минуте был первого уровня. Этот на четвертой минуте, уже третьего. Скорее всего, к концу четвертой минуты будет четвертого. Возможно. А баунтихантер, в свою очередь, пока что левел два. То есть он вообще почти ничего не сделал. Он пытается загонять немного фату в медлении, особо не у него это получается. Фата имеет 13 крипов в Зев 17, ну помогает, конечно, но не так, чтобы заовнил просто. Да, а тут еще Туск готовится охранять своего чена. Но не подошел к нему там маунтихантер, рунка, и на, забирает хосту. Генерал. Ну атомальдзак. С верхнего левел, тут ли клайпа, есть клайпа, скрина, есть ли чем просветить, просветили. Пошел сноубол, заезжает скран, там еще вверх не откатилось, поэтому минус Туск, понятное дело, погибает. Таким паунтихантер, согласится, мы хосте из Девс, поэтому что ты ему сделаешь? Там бедрайдер еще прилетел. Ну это точно минус Кура. Ой, а тут Вауров, слушай, я убезманный. Стыички, там на хосте, да, не особо ты его догонять. Кстати, еще фату могут попробовать догнать. Я думаю, фату может сам догнать кого угодно. Ну да, тут еще квапа подлетела. Фату норм. Инту можно стилить первой? Что за чит? Шарты. Кстати, тяжело генералу отсюда уходить, там еще квапа прибирал. Боже, первая обилка скид. Да у нее же кулдауны нет. Что за чит, ребят, стримба? Сразу пиши Айсфрогу, типа, репорт. Нашел баг в твоей игре, он говорит, это не баг, а фича. Так же, как и наоборот бывает. Что, не получилось за крит-баунтихантеров? Ну а фичах лучше молчать, вообще. Да, потому что... Могут легко оказаться баги. Как и баги. Ну да, да, да. Могут легко оказаться фичи. Я именно это в виду и имел как раз. Так, квапа, тем временем, почти уже получила уровень 6. По крипстату она на первом месте в своей команде, причем с неплохим таким перевесом. 25 на 12. Спрятали, если достаете, есть сентряк, с сентряком можно поместить. Ой, ой, как больно-то. Сделайте тычку. Тычка, тычка, тыч, тыч. Ну вот, едешь, он со старта не захватил вот эту доминацию. Инициативу, когда можно просто Зевса держать безумным и безманным? Ну да, да, да. То есть ты просто, типа, на него нападаешь, там, даешь одну тычку, другую тычку. Возможно, конечно, состояние здоровья ему не слишком это позволяло, но сейчас посмотрите, там, у Тумбы 800 хп. Зевса, чтобы его пробить, надо нормально там накастовать. Ты в это время можешь там 2-3 тычки совершенно спокойно выписать. Опять у нас битва за верхнюю руну начинается. Баунтихантер там малость подсветил. Вот тут и так с твардом. Видно было. Чен ломает обсервер, получает 50 голдишечки. Нормыч, а Баунтихантер понимает, что туда лучше не идти. А куда тогда идти? Да, если ты не можешь гонять Чена, то ты плохой Баунтихантер. Так, Зевс забирает Арканруну. У нас сегодня день Зевса с Арканрудами. Выход спину, майн-контрол, заряжается станчик. Пошел стан. И его разминают колдон на голову, не попал. Но там, да, куда убегай, не убегай, все равно тебя дамят Гераку. Или Даниус. Смотри, смотри, пришел. Три секунды варду осталось стоять. Две, одна, есть сетка. Башню силы тьмы на межной линии, атакуют. Там еще варки, естественно, что. А вот тут плюс пришел. Ну, вот, а тут уже скрипнули, естественно, приплыл. Печаль. Ты смотри, разминает верхняя фата, есть листики, есть листики. Ты скушай, ты стики. Такой ты рак! Башню силы тьмы на нижней линии, атакуют. Тише, тише! Пиши, Виктор. В чем дело? Поясните, пожалуйста, суть вашего негодования. Открою Д. Направь. Ты про вот это? Да, я направляю на 10 стиков. Их 10. Если ты нажимаешь 10 стиков, у тебя восстанавливается почти 200 кп. Зевс не может снести тебе автоатакой 200 кп. Он умирает при этом. И? 6К ММР, 3К комментатор и мусор. Ну, 3К комментатор и мусор в курсе, что стики нажимаются. И первые силят интеллект. Не наоборот. Ну, прогрейдил их. Смотри, он в курсе, что их можно грейдить. Ну, 11 заряд. Прикольно. Может, он просто собирает. Это не Блудстолный, братан. А, нет, они не так работают? Нет, они не так работают. Они не просто восстанавливают здоровье? Так, у нас Смоук. В исполнении Ликвид. На нижней линии. Выдвинулись. И при этом этот Смоук было видно, насколько я успел понять. Потому что они его сделали под Вардом. И Баунти Хантер видит Баунти Руну. Баунти Хантер с Баунти Руной. Все, в принципе, нормально. В этом Баунти Руну прогибает Куру. Куру встреет. Куру, естественно, без шестого. Куру никаких олдхилов. Баунти Хантер даже сюрикентос тратить не стал. Генерал, генерал бежит. Ой, да ладно, Мисо, Деваурера, прокая. Тут еще разбивает. Сделать одну плюху с молнией. И вгрызаются теперь уже в Пату. Квапа неплохо накричала. И еще раз неплохо накричала. И еще раз может неплохо накричать. Патна в итоге прячет себя, мастерал. И он здесь, наверное, выживет. Почти 100%. Вот этот не выживет. Это минус 4. И исполнитель минус СНГ Дота во всей красе. Я бы так назвал. Но фиданули знаты. Фиданули реально очень знаты. Посмотри, они на 2000 фиданули. Только что просто два косаря. При этом 1000 отдали к вапе, 1000 Девауреру. Вот ровно тем героям, которым это больше всего нужно. Как-то так. На девятой минуте пару косариков подарить. Кстати, Афата на жалстике в этот раз. Видишь, он специально берег для того, чтобы выжить сейчас. Ты понял суть посыла? Нет. Он знал, что сейчас ему они тоже пригодятся. И поэтому... Так не бы зарядились. До 17-й там такая заруба была. Два раза еще. Нет, ты ничего не понимаешь. Хорошо. Надо было в соло отдаться Зевсу, чтобы потом проюзать стики. Ну да, да, да. Можно убить Зевса и купить фласку. Смут, так нет. Ну типа там, ладно. Встань. Ой, все. Вот так же и Фата сказал в Скайбе. Ты стики не хотел проюзать? Ой, все. Тут пытались просветить так же скрина в очередной раз, но не получилось этого сделать. Десятая минута, скрин четвертый, почти пятый уровень. Вообще, Сайминг, ну, ну, пойдет. Атаку, если он еще немножко тут экспы подворует, то все будет с ним вообще замечательно. Силы света укрепили свои сооружения. Пока, пока подворовывает хотел сказать. Нет, пока у него не получилось подворовать. Где там этот отдых? Это мой любимчик тебе. Башню сил света на верхней линии. Ты его глаз не спускаешь? Я, наоборот, стараюсь смотреть, чтобы не бомбануть. А то, что-то начнется тема на реддите. Комидатор обзывает игроков раками. Башню сил света на верхней линии. И вот это, слышно, щелканье за кадром, да? Башню сил света на верхней линии атакуют. Башня сил света на верхней линии разрушена. Там вышку забрали на зубке временем Ликвид. Просто вышли через Чена. Они просто идут с Ченом и забирают врач. А чем Дефс? Вообще, Слайм Брейк и Дефс. И Клтон. Вообще, не, на самом деле, если хотите Дефс, есть... В том-то и дело. Драться есть, чем вот. Элементы, они реально сейчас как раз-таки могут драться. Что-то там Шейкер со своим пятым уровнем без... Вообще без ничего. Башню сил света на верхней линии атакуют. А здесь, в свою очередь, просто бут райдер, там, прыгает. Нет, ну не может, как прыгать. Спинок, взлетает. Получает дагер, мотунбулок. Говорит, кого-то я сейчас схвачу. Ой, схвачу, как сейчас я вас кого-то. Хвачу же. Ну, тут двое, на самом деле, погибло. Причем, достаточно жестко. Зевсуля оформляет себе даблкил. И, таким образом, баунтикадр получает как раз вот свой шестой уровень. Ну, нормально-таки, два дохличка пока погибло. Ну, это они пока дохлички, пока... Хотя, слушай, Чичанду и дал Олл Хилл свой. Там, кстати, еще где-то и Курьер погиб. Ты видел, где? Не, я не обратил на это внимание. Ну, где-то там баунтикадр вверху, наверное, подрезал. Ну, да, да, да. Вот он, собственно, здесь вот и погиб. Так, что там на Тумбомэн? На Тумбомэн почти с Орхидом. Был бы Курьер, Орхид бы уже, возможно, мчался к нему. Частично. Да, да. Башню силы темны на центральной линии. И Бэтрайдеру очень нужен блинк. Я видел, как Бэтрайдер только что залетел. Знаешь, это примерно как бы Шейкер сейчас забегал. Ща как эхо слэмну, без сапога, да. Ща как эхо слэмну, по роду фаттсу. По роду фаттсу. И вот это. Тум-ту-тум-ту-тум-ту-тум. Знаешь, это медленная музыка. Башню силы темны на центральной линии атакуют. Древнышко свое подкатывает. Роман. Я прям вижу этот кадр. Вот еще ведь много игр впереди. В смысле много? Уже почти все. Конец дня игрового. Идти в ноги. Мы уже за половину перевалили, если что. Далеко уже за половину. Вот он Норхид, наконец-то. Два сатиры преследуют иллюзию ОД. Ну это же своя иллюзия. Ну это люди-разведчики. А, это разведчики. Это разведчики. Вперед так вытолкнули ее. А вдруг иллюзия тоже может чувствовать боль? Вдруг это... Пщемляет чувства иллюзий. Тема на Реддите. Все дела. Чувствовать темно родителей. Только про такое еще темно родители не хватало. Или живая иллюзия. Заметно, что-то тир отправишь. На нижней линии атакуют. Чтоб что? Ну, чтобы отправить одного сатира? Помиквить? Рединик? Иллюзию. Кстати, вот он Блинк. Наконец-то появляется у Бэтрайдера. 14-я минутка. По сути еще норм. Главное реализовать. Так, ну вот Орхид у Квопы немножко уже прогорел. А еще захиливают генерала. Ну и вот какое-то начинается булкомятие непонятное. Фармит против Дваурера. Должен фармить также гиролед. Он в принципе фармит. Я не скажу, что он фармит. Сразу вас предупреждаю. Против Шейкера, Квопы, Туска и Дваурера я не скажу, что он фармит. Это из принципа. Во-первых, тут скрина убили. Да, но его просто... Да, он неплохой, по-двоим. Бэтрайдер запрыгнул, потом бы мэна потащил, потом бы мэна подхил, но по-моему не спасает. Слишком много дэмэдж здесь суммарно наносит ребят из... Элемент с погоня за Куру. Куру горит и волк не унесет его или кто это там, я не знаю. В любом случае Кура не уезжает. Да, сгорел Куроки. А куда они пошли? Я тоже, кстати, не понимаю. А там Дваурер пришел, там пришел Дваурер. О, как-то вам может Джеракса не умереть? Никак. Идет дальше Дваурер. Пацаны, я пришел. Не обращать внимания, главное, что я пришел. Я ухожу, ребят. Кажется, я один. Может, я опоздал? Да, нет, я такого не могу. Нет, все-таки опоздал. Башню силы тьмы на нижней. Атакую. Я сейчас не буду делать крик, но можно закоубить. Именно. Ты тут сметла. А. Сейчас мы тоже не плохо заходим. Силы тьмы укрепили свои солны. Каждый момент фейловый, просто вот этот крик. И целую нарезку сделать, там, 20 минут. Куда вкатывается опять туз? А можно, пожалуйста, пару ответов на интересующие меня вопросы? Ну хорошо, задавай. Что за херь? Силы тьмы на нижней линии разрушены. Не, можешь мне рассказать, что это Dota 2, командная игра 5 на 5, и это в курсе. Что за херь? Подожди, хорошо, это игра профессиональных команд. Во-первых. Кажется, здесь игрока не тщательно взвешено. Во-первых, тщательно взвешено. Во-вторых, если вам непонятно все, что он сделал, возможно, это действие несет в себе скрытый смысл. Например, как стики в медле. Не проюзать сейчас, чтобы проюзать потом. Вот. Мы вышли уже. Умереть сейчас, чтобы не умереть потом. Все верно. Все верно. Хорошо, с этим разобрались. Я понял. Возможно, в дальнейшем мы узнаем, в чем же был смысл этого телепорта. Да, сейчас он тебе объяснит, я думаю, все. Ты бы откатилась, и сейчас, возможно, от парашни для... Пожалуйста, что уровень? Понял. 17 минута, 6 уровень. Space Creative для самого себя. Вот он, например, Шейкер умер. Получается, только в Dota 2, это игра, по сути, основанная на убийствах. Жестокая игра получается. Ну да, вообще. Какой кошмар. Ладно, команда Liquid, удивите меня еще чем-нибудь, пожалуйста. Ну, во-первых, интересный момент, то, что у Liquid нет ярких... Тускар, ОДей, и так далее, недостаточно тебя удивить. Пока нет. Я смотри, просто в чем суть. У команды Liquid нет ярко выраженного хардкерри. Кто скажет, что Devourer таковым является, отчасти будет прав. Нет, он будет не прав, потому что ты собираешь Black King Bar, и... Я вот именно этим хотел, типа, похоронить всех тех, кто скажет, да он же самый жесткий хардкерри на планете, не ворует 500 тысяч интеллекта, он ничего не ворует, потому что в БКБ ничего не воруется. Ты не наносишь своих 100-500 тысяч дэмэджа. Смотри, Бетрайдер запрыгнул, потащил ОД. Вот он вообще зря неплохой, кстати, Sonic Wave тоже хороший, есть паркер. Ой, а там еще ОД нормально шваркнул, но на этом его шварка, мне кажется, закончилась. Да, шварка не закончилась, хваба, еще кричит. А куда же ты кричишь-то? Нормально она кричала, в итоге 2-2. Мне стоило остановиться. Он по трекам, его видно, он не может никого удивить и подойти. А, то есть так бы он удивил кого-то, подойдя. Как же я так сразу не подумал, надо просто удивить. Есть смоки, руны инвизы и так далее. Лев. С помощью них можно... Не, руны инвиза в принципе норм. Ну, пусть встанет на рунспоте и ждет ее. Только ее подберет, сразу отправляется убивать людей. Хотя бы, чтобы дал их ослэм, герою. Можно даже пока только... Много текста, Роман, очень много. Давай как-то ограничимся там парой действий. Хорошо. Попасть в драку, давай сейчас. Да, добежать до замеса. Это первое. А дальше уже будем по ситуации смотреть. Один, два, три, четыре герои, кой спл юзать. Хорошо, я все понял. Будем решать проблему, померить их поступление. Да, вот. Нет, Дваурор вообще с Атосом, он типа сильный и все такое. Но вообще, если что, он уже отстает по фарму очень сильно от гиролета. От того же там на 1300. Причем гиролета может пойти испармить пачку Эншентов Дваурора. Нет. Только что гиролета не хочет собрать Блокинг Бар. Ну, пока да. Просто пока ему это не вышло боком. Если ему когда-то это выйдет боком, мы сможем... Драйвер запрыгнул, Кура подащен на хайграунд. Ой, какая сеточка. Ой, какая сеточка. В плеймбрейк, он залетел. И все это опять же по трекам. Так вот, на тему гиролета и Сашияши. То есть пока это ему боком не вышло, и черт с ним. Пока он летает себе фармит, выигрывает драки, все нормально. То есть Ликвид, походу, не в курсе, что пока у гиролета нет БКБ, его можно бить магией, оказывается. Так вот, и если вдруг ему это БКБ критически понадобится, тогда можно будет вдоволь насладиться ехеничеством на тему Саши Яши. Вновь. Просто обмазаться этим этой Сашей Яшей. Самое время сейчас аккаунта Саши Яши написать тебе привет. Важный силу света на ней. Привет, я уже на гирокоптере. Да, да, да. Я уже подлетаю. Так, смотри. Сноубол, ушел. Джерак, нормально. Пнул Кингера. У нас я ведь не получится, есть форстаф. Кингер. Кингер, наверное, не уйдет. Да, Кингер не ушел. Машни, сентимы на верхней линии атакуют. Пау. Пафос, заканчивается действие. Слоу. Слоу, или литана. А сейчас БКБ нет? БКБ нет. Я спрятался. Ну, как, не сам спрятался, он чуть помогает. Попросили. Генерал. Печка раз. Ой, я нормально. Пошли флэшкэноны, элитан. Самому полет был в низкую сторону немного. Да, слушаем, от Убомена, правда, тоже могут убить. Хорошо, убили Маак Убомена. По трекам. Там, с той стороны, трека нет, поэтому там не так много денег ребята получают за фраги. О, кстати, элитан все-таки не туда полетел. Минус скрин. Но, если умирать втроем и убивать одного, это плохо. То есть, пофиг, что ты под треком. В смысле, что враг ты был под треком. Реально, пофиг. Да, интересненький момент. Немножечко подфидели сейчас Элементс. Вообще, хотел сказать, когда ему пригодится БКБ. Ну, как бы сейчас было очень нужно. Вот уже тот самый момент был. Сейчас, допустим, по деньгам. Ну, прикинь, ему там еще 400-500 голды, которые у него там отобрали. У него еще не могло быть БКБ. Почти было бы БКБ. А вот, кстати, тут может сейчас нормальный рейд. Не закинули. Сноуболл. Не уехал на Форстафе. Получил панч. Схватить бы его. Или так сожгет Джеракс? А, так, ну, зажжет его. А, понимаете, что он его не дожжет? Я не знаю, что он его не дожжет. По поводу туда еще Напалма немного поплевать. Не терзать. Хотя, норм. Можно в итоге тут всех позабирать. Ваурор. Прятался. У него есть лостов? Каковое? Сейчас он оставляет, чтобы Фату второй раз забрать. Это понятное дело. Возможно, ладно. Да, вот его убили. Вижу, понятно. Что тоже понятно, льешь. И вот оно у вас. Да, еще и трек, и еще, естественно, и праг. Ну, видишь, когда ситуация более-менее спокойна, вот эта обстановка, нет какой-то паники, хаоса, то у Элемент все более-менее окей. Скажем так, когда они пятером избивают двух героев, у них все неплохо. Да, именно это я хотел сказать. Ты верно понял. Когда квапы нет, у нее там все в кулдауна. Все верно. Так, ну, вот он Сенжин Яша на гиролете после удачного замеса. Кстати, квапа очень хорошо сейчас стала фармить, она уже гирокоптера там на полторашку стала обгонять. Неожиданно вдруг. Понял. Хорошо. Он сейчас в двоих вкатывается сноуболом, вкатился, даггер у него нет. Ну и выкатился. Выкатился, да. Ну, я не помню, сколько там у Тускара, у Тускара уже, да, 7 смертей, 7 смертей, нормально. У него 11 ассистов, это, в принципе, неплохо, то есть, участие вообще во всей движухе на карте у него весьма неплохое. Да, суммарно получается действительно неплохо. Это не 0-7-0 вот эти фирменные. Агент 0-7-0. 2-0-7. Так, нашли Матумба Мэна. КП Орчит, ну его очень трудно, разве что с помощью Бэтрайдера, который вот-вот... ...посод катится. Не, ну Бэтрайдер как раз и должен у этих персонажей а-ля Квинок Пейн ловить. Так, что у него там? ЕУ на подходе. Кай. Деваурер тоже себе собирает БКБ. Вот разница между герокоптером и Деваурером в БКБ как раз в том, что герокоптеру пофиг на твой блокинг бар, он у тебя все равно стреляет нормально. А вот Деваурер перестает стрелять в принципе по героям с иммунитетом к магии. Что там у нас скрин? Окей. Тут нам зрители подсказывают, что Аркейн Орд наносит чистый урон. Ага. И что еще? Ну давай-давай-давай-дальше. Ну если прочитать еще одну маленькую строчку... А там... Она невзрачная. Она невзрачная. Она невзрачная. Но возле мне написано... Это просто отказано. Если у вас очень плохо с английским, привожу. Нет. То есть так же, как у меня примерно. Это означает, что он не пробивает магический иммунитет. Да ладно. Да, я это точно не говорю. Можем проверить. Серьезно что ли? А зачем брать такого героя? А зачем Pure писать, да? А зачем писать Pure, зачем брать этого героя? Зачем столько непонятных вещей вообще в этой игре? Все, мы хотим закрыть его проверять. Вдали. Блингдаги ругается на центральной линии. Атакуют. Силы света укрепили свои сооружения. Чуть быстрее будет. Вдруг нам... Дан 2X включил это. Башню сил света на нижней линии. Атакуют. Чё у нас тумбом и ночь. Долго бегает тоже. Клапа. Вообще, или как что-то просто бегают булки нот. В итоге мои слова подтверждаются графиками. Потому что элемент уже на 4 тысячи три нижней линии разрушены. И... Почти скоро будет БКБ у гирокоптера. Скоро будет продолжаться. И... Я думаю, все изменится. Тогда, а если... Во-первых, если гирокоптер нажмет БКБ, его почти нечем будет убить. То гирокоптера урона с руки нет. Больше никто урон с руки не наносит. Так, хорошо. Снесли. Там Зигса. Забрали. Два урона с тобой. Быстро, быстро, быстро пытаются сфокусить. Не получается. Клапа опрыгает. Но клапа у меня ничего нет. Гирокоптер без БКБ. Он говорит, боже мой, как же мне бы сейчас оно пригодилось. В принципе, неплохо расправляется. Его подтверлил лоракл. Нормально. Расстрелялась. Вауна, пел, пел. Нет, я стрим сбит. Я стрим сбит. Мэйдэй. Мэйдэй. И... Секундочка. Трек. Все, рекена. Ну, давай, тычку. Структи. Да! Теперь флэмбрейк. Зевс, кстати, появился. А где Зевс? А вот Зевс. Что он тут делает? А он с байбэком? Да, он с байбэком появился. И все поразбегались. Байбэк-то неоправдан. Ну, да. В итоге, получается, байбэк неоправдан. И, в принципе, как раз на этот байбэк тут разница по голде и ушла. Вот у Тусика тоже был байбэк. Видим, тысяча триста голы для ЕСа. Тысяча триста золота. Вот сейчас Блэкинг Баром бы обмазаться в этом файте. Башню сил света на нижней. Да нет, ну Саша и Яша же лучше все-таки. Ну, типа, нафармил. Я вот постоянно эту отмазку слышу. Типа, фармить быстрей, удобней, круче. Ну, хорошо. Я понимаю. Вот, допустим, я в курсе, что с Сашей Яшей ты быстрей фармишь. Быстрей, передвигаешься, там больше дэмэджа и все такое. Это круто. Но если тебя вынуждают драться, что тебе делать? Фармить. Так, ну иди фарми. Зачем ты дерешься тогда? Если ты умираешь в момент каждой драки. Ну иди пофарми. Хорошо, да фармите себе этот Блэкинг Бар. Ты быстро его дофармишь? Я бы и пошел. Че ты мне говоришь? Так вот! И я бы даже не ругался. Вот в чем дело. Осбили. Понятно, зачем он это делает. Типа, вот начинает месиво. Есть трек на нем. А есть плюс один? А там в Зевс есть плюс один. В Зевс, конечно, хорошо. Надо еще тосик кинуть, тогда в Зевс спам. Надо, чтоб Зевс начал. Ооооо, слушай. Ну ладно, в любом случае, Джаракс погибает, но он прикольно заявляет в Ульдзеша. Задерж хорошо, заплатят! Да, вот так и получит. 1200 урона у меня с Балтихандр. Просто заковырял его вот этой заточкой своей. Че там Бэтрайдер? Я помню, у него там еще Юл был, и да, у него еще деньги продолжают копиться. Хорошо фармит. Колим. Башню Сил Света на нижней линии атакуют. Дженерал тоже периодически бегает, ворды проверяет. Вообще халявное какое-то заклинание у Зевса получается. Ворды можно ломать. Что за чит? За ману! Нет, подожди. Ворды, ты ромаешь. Башню Сил Сил Симой на центральной линии, а ты? Затычки. Нет, и к тому, что, ну блин, тебе не надо тратить деньги, не надо ничего тратить. Что тратишь ману? 135 маны, минус ворв. Как это надо знать, делан еще? Ты можешь просто ходить, спамить, как тебе попало. Если у тебя там есть, грубо говоря, Юл, у тебя уже вон 8 и 3 регена маны. Башню Сил Симой на центральной линии атакуют. Силы Силы Света укрепили свои сооружения. Башню Сил Света на нижней линии атакуют. Ну, на самом деле, нжевые крипы — это одни из самых жестких пушеров. Силы Симой укрепили свои сооружения. А, я понял, понял. Тогда сори. Башню Сил Симой на центральной линии разрушена. Башню Сил Света на нижней линии разрушена. Башню Сил Света на нижней линии атакуют. Кстати, у Ильи с этим отдельная история, но к этому мы вернемся, если будут намеки на повтор этой истории. Мои контролла можно, кстати, и забрать, по сути. Узер Слуд откатился. Вот сейчас поэтому медалька. Трек. Там Кваба убил тем временем Бэтрайдера. А Шекер вот сейчас просто завалит Баунтихантера, если тут вывалиться из Инвизы неожиданно. Нормально ганганули, пацаны. Ничего не скажешь. Типичный СНГ ганг. Пойдемте там, два бомжа убьем их Дабл-кил, трипл-кил понять что стрим они все нормально успокойся буду что-то со стримом кому нам уже сказали тут у нас или да помнишь или да и не прожатый бкб вот это замечательная история настреляет готов побежать в сетке ладно его кобороту поцелил и это неплохо уже его закрыли но нет чего слишком много выживает в итоге илья это другая история или дан и прожатый бкб опытный уроку тут скорее оракова потому что сам гирокомтер нам вообще как должен был выживать бакен баром на 100 хитах а тут guardian гриф тут его конечно просто тьма уже из ford став прям вообще издалека у без всякой музыки может появиться да будет глобальная тишина и тут подкатывается так бочком да папа как фильме маска вот это в любом фильме где есть дождь и не выезжают танцать до шаг вперед шаг вперед 1 номер кстати хореография все равно кажется сумерки ничего не переплюнула ну ладно тут я соглашусь конечно как ему кофе подумайте так запрыгнул попал бы трейдер не день мы явно или дан только в 5 секунд кд там у кингера нет пока бы и ничего не наносит вообще или данного спрятались в астрал кстати у после астрала выйдет и нажмет этот блэкинг бар нажимает бакен бар пошел за фат и по фати нормально кстати залетает стоит сеточки ультопаты минус скрин моментально но не уйдет он отсюда хотя бы я копать его чена погибает первый снова боли данной хотел со флэг нажимает все умрут один я останусь говорит или дан собаку сою стреляй может ответить зарикошетит а у нас клапана кричала но генерал вызывает все выживают кроме наверное клапы и разве что линкен сфера мне показалось подскажите пожалуйста и если были там стрельнув свою собаку когда он не был заряд вот отлетела бы или я уже над этим сегодня буквально думал но по то есть у меня просто не было времени и я не знаю честно вообще механика файка она очень забавно я помню когда-то например цели которые были в слипе бэйна не будились если по ним попадал флаг то есть это дэмэдж был и они не будились или там они в принципе не будили дым было пофиг они спят рецепт то есть флаг как бы залетает ну как бы нет который потом починили надо просто создать список фич и баки 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 а потом опережки перебраться перемешать отправить валв типа ответьте вопрос что из этого фича что это а что пак и мне кажется не скажу я уверен что стопроцентного совпадения с изначальным списком его не будет нет так что у нас и такой как из иллюзии морфинга можно было выкладывать вещи и продавать а из иллюзии найги я помню можно было выкладывать вещи продавать из морфа тоже в принципе норм перспектива ухо 3 400 нет тут пока все более-менее ровно и по деньгам увидимся очень ровно 3000 всего элемент сведут и по эксперт атакуют пока совсем все баланс ненько но тут тоже понимаешь слишком много если если гирокоптер что-то нажмет неправильно если он не успеет что-то нажать если на него шейкер прыгнет до этого оракл возможно спасет хорошо но допустим на оракла прыгнет кваба с орхидом ну ладно с орхидом она на него уже не прыгнет потому что у него гуардиан гриз есть это уже конечно определенный плюс уже усложняет немного жизнь команде ликвид а тогда что надежда на гиролета у которого сейчас будет бабочка поры сейчас будет разваливать кабинеты так валют у нас на лбкб смотри-ка прикольный бульбит минус туз кваба кстати оказалось самом центре внимания и батаре нажимает бкб а или дан уже без бкб пытается мансануть ему на валют отлично форста много не доехал спрячет его в астрал прячут в астрал это неприятно именно так и идут битер шанчика прям под треком не стесняясь сначала тролли улицу ломают а нечего будут на стриме стоять с трем больше дает опять из все те же пацанки хотели хорошо будет сейчас и гида батрайдер там прилетел кушать но пусть и кого прогоняет соло батрайдер конечно же тут нет еще в кулдауне давай твои ставки на дальнейшую игру я не хочу ставить давай 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 предсказуемость за такое то что необъяснимо хорошо давай давай будем болеть за наших до конца так как обычно нет я за и снг доту там курок сидела он почти руссам и близкий снг штыки токер мне фото тоже вроде норм нет вот я уже не могу в этой игре болеть не извини как уют самого начала накипела эти стики опять стихи поминаешь да вот смотри кстати пытаются убить но шейкер очень вовремя здесь оказался пытаются утащить фото в кулдауну тащили неплохо он говорит так блин кого побить битрайдер не хочу его бить давай побью кого-то другого ну говорит приходится бить битрайдера ладно уговорили битрайдер улетел все улетели божанкингер сейчас погибнет там вот я вижу как у квопы просто вот знаешь из под мантии яйца свисают потому что она единственная кто пошла драться остальные тупо в панике разбежались почему просто автоатакой не стоял белый может сказать да вот я тебе о том же и говорю он просто убегал он не понимал ему надо убегать не надо убегать болеть за фату я не знаю тут еще погиб там битрайдера выловили не день бак монетих уже говорил но есть как выражались на не прет вообще не день битрайдеру не прет он прыгать за кирпадает а вот странно света на центральной линии разрушена так усадить и ваура вот он идет лев просто иди и бей неужели сложно этим этим героем просто нажать и райт клик тебе во первых не надо думать что у тебя начата где-то когда-то мана закончится у тебя там 1700 монопул который с каждой плюхой увеличивается регенится почти с каждой плюхой ну просто бей все пели все что тебе подходит наноси урон папа там разберется если ты не можешь копы кстати кираса окопа дальше пойдет какой-то мкб и так далее вот это был бы норм вариант вот папа сумка вы мне нравится просто батар именно потому что появляется бабочка у гирокоптер без мкб будет сейчас очень тяжело тридцать седьмая минута я хочу посмотреть что у нас происходит по графикам по графикам тысячи преимуществу ликвид любит наши команды отдать преимущество вот так ты это назвал куда лояльность шекер купил pipe классное приобретение мне нравится я вообще люблю любые а у е какие-то айтемы которые помогают команде ну да пора уже командам понять что играть в пятером ну что ты несешь опять кое-как пятером есть вот этого типа видел вот этого типа башня сможет играть на ней атакуют четвером и о да башня сил света на нижней линии на команду играет она ему интеллект дает только купил то то есть не будет нажимать возможно проверить еще сейчас посмотрим что у нее скрипты он прям все сразу нажимать манеса подсмотрел в ролике так ну и liquid перешли на территорию противника соли нажал шиву вражеские герои как рядом не было я не считала что за светом и цена мисклик не атакует может быть боту хотел отпить не знаю силы света укрепили свои фантомные стики по самой не балуй вот эти вот там 12 тысяч нет ворса это уже почти предел мечтаний разве что какие-то там привела можно купить плюс один любой слот может быть якс может быть не хекс вот пик формы бэтрайдера пусть еще там быстрее вас сместились половины противника вообще-то 2 на топе еще есть можно туда сходить двойной уран по отдых идет за рункой значит за дабл дэмэджа ему хлопа говорит стики нажал и тут и тебе не будут и дабл дэмэджа а зачем собственно говоря не бьешь ты же не бьешь друг и сколько ударов прошлом за месяц сделал а это из-за того что забыл авто атаку выключить с долбил ты получается нас не едите игроков мы пробовали вы честно не вынуждают начинают может сказать это они своими действиями провоцируют нас мы только излагаем происходящими сил сухой комментирование просто озвучивает происходящее как как после бадуна просыпаешься вот настолько сухое комментирование а а а блин у гугл мужик бы круто комментировал доту по тем логом реально теологии по открывать по это почитать подставлять богу мужика записать и выложить но вы идете драться нет не хотите одни вторые и пожелания нет рашан скоро ну ладно да рашана еще рано на такие предложения выдвигать мы слишком с тобой дерзкий гирокоптер по тебе тоже демонедж тоже хочет урона себе побольше или да правильно делает чё ты вздыхаешь это я не знаю просто захотели вздохнуть я себе не отказываю в принципе си что-то хочу в удовольствие там довольствие более на бесплатный абсолютно поймали два аурора орхи и джеку быстро убивают на его просто беспиляют дождь и открепляют он еще жив и уедет и уехал дальше чем предполагалось папа упрыгивает вот он от по проводу битрайдер папа уже он что-то четверо за спиной ну в принципе не догонят а можно переходить в контр наступление смысле 60 секунд не 2 урора контр наступление только фарма 60 секунд еще о смотри курьер 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 но курьер уже привез манки кинг-бар для матумба мэна мклопа опасны 300 урона все-таки это не шутки еще и с минус броней вообще нет даже не намного меньше чем у гирокоптера который тут чуть ли не 6 лотов запакован как остается мкб и сатаник все ну муншард на крайне акт сажать все дальше больше ничего дальше пустота но фарм на этом конечно же не заканчивается тема не было два урон посмотрел на стоит уже на 11000 от папы ведь но я же ведь стоял мид стоял стоял грибов бил бил что за фигня вообще так через три минуты ашан через две с половиной какой-то разбудишь меня хорошо 10 ката таймер поставил таймер поставил все тут норм мне интересно вообще какой план сейчас именно улик это а там план поймать гиролета хотя гиролета тот поймал бы спокойно он очень плохо воюет папа его реально выворачивает это ультимейт никуда фату холд тащили берем в лакингвари правда очень быстро заканчивается ультесно фата хоть кого-нибудь бей фата бьет уже и фата действительно почти всех убил в итоге минус 3 бедрайдера тоже кисуркой зацепили есть на него орхид прыгает дальше queen of pain меланхолия отпрыгивает и и и этого тоже минус 4 минус а чё там один элитант забыл и реально чё он там забыл зевс 5 косарей дэмэджа выдал это ок но что забыл там илья он реально его избивали секунд пять одного там злобная фессуру до гонку да да силы света у так будет скажем уже не будет шейкер надо делать байбеки а капу здесь все равно нет или да ну как меня остались он боится через 5 минут базарма сил света на верхней линии боли все две стороны есть казармусе юмета наверху разрушить из против чена божечки ты мой только воспоминание приятных сразу ты помнишь вот это Ностальгия тебя не мучает порой? О-хилл. End of God. О-хилл. Эх, были-были времена. Четыре пятьсот у Queen of Pain. Ну, Клопа сейчас реально уничтожит. Ну, за что ей собрать? Ну, Хекс, Хекс. Ты просто прыгаешь? Ты просто вместо чего? Вместо Орхида? Возможно, потому что Орхид уже не даёт желаемого эффекта. Можно избавляться от ПТ и собирать что-то динайтом на атаку. Типа доедолутся. Шклопа всё равно весьма мобильная. Она быстро передвигается, у неё блинг на 1300 ранжа. Ну, драки тогда рискуешь оказаться неповоротливым. Там, занять плохую позицию. Конечно, да. Вообще, тапок на ней может быть не лучшим артефактом. В совсем серьёзном лейке. Ну, травла, естественно, нужны. Я продаю торчики. О-о-о, да, решил. Ага, Крисуле, ты не дался. Опа-на! Рэперос! Your move, Queen of Pain. Говорит Иллидан. Вот если бы она увидела это сейчас, возможно, она бы собрала то же самое. Не, она бы собрала Hex 200%. Батрайдер. Батрайдер. Фату. Фату сейчас просто лопнут. Ноу-бол. Фата пытается выжить. Надо себя спрятать. Фата, ты посмотри, как долго он живёт. Одного в астрал. Начинает наваливать по Иллидану. Иллидан с рапиркой пытается ещё жить. Фату уходит. Его сейвят в Sonic Bay. Да, его сейвят. Он тут момент дерётся. Он тут момент отпрыгивает. Ой-ой-ой, как же больно. Ударил-то. Там Devourer пата сейчас просто же лопнет. Иллидан. Где он? Да! Минус рапирос. Шейкер, забирай рапиру. Рапирай. Нет, не хочет Шейкер. Генерал, наверное, оттуда не уйдёт. Скидай герня попал. А они, походу, вообще не в курсе, что там рапирос валяется. Нет, в курсе, в курсе. Поппинговали. На рапиру. Что там с БКБ? ПТ-шечку дропай и забирай рапиру. Он такой, ПТ-рапира, ПТ-рапира. А, всё-таки брапира победила. Это полторы тысячи семь тысяч. Полторы тысячи семь тысяч. Ну, в спид 300 атаки, ну, в спид 300 атаки. Да. Ну что, неплохо сыграно. А там бейбека нет. Там нет бейбека. Они сейчас с таким количеством атаки они просто снесут. Там у квапы сейчас демаджа столько, чтобы вообще, наверное, у всей команды Элемент. Башню сил света на центральной линии. О, да. prend첩 немного. Ну, да. Пически Юль, они все меньше. Значит, фит? Он готов наveda. Мы все экономим два района. И мы все хорошенькие. Они ещё были в курсе, где . кстати умрет да чё там у меня крипы там уже пофиг умрет куда не умрет зачем он там умрет почему он сам умрет оба просто в билеты 4 будет и переключается вторую к 4 вышку шо и ресницы и лидан на еще одну рапюру не понятное дело не хватает у нас трон бы второй прикупить было б норм смотри что она с ним делает что-то герокоптер лейтовый герой с рапиросом килл любого вот расскажите это queen of pain спасибо кстати мотумбомена за то что он напомнил людям про этот билд а не про фуфил с акторинами еще какой-то дрянью и прочим хекс мог бы быть неплохим вариантом вместо дейтаун если он видел эту рапиру возможно быть если он и купил о рапируем не видел да и даус итоге оказался тоже решение весьма правильным просто закопал гиролета просто по крылышку по крылышку говорит этот воздух бой поджал воздушное пространство или дана и team liquid зарабатывают очко в этой встрече первое очко возможно второе будет в самом-самом-самом что не в ближайшем будущем